Приведение кабины в рабочее состояние. Валерий Гульганов – легенда самарского метрополитена. За рулем электропоезда уже больше 30 лет. Он один из тех, кто управлял еще самыми первыми составами. Едешь в туннель, свет выключаешь и едешь в никуда. Ну, тоже как интерес, как своего рода, как в космосе, как неизведанное что-то. Потом свет включаешь, сразу раз и все. Ну, такие есть. Я вот нисколько не жалею, что в метро пришел. Валерий учился в Харькове и застал вагоны, которые сторожила метрополитена, называют ежиками. Потом пересел на составы, которые пассажиры привыкли видеть на линиях сегодня. Ему есть с чем сравнивать. Сейчас в Самарском метрополитене 11 поездов. Приобрели еще один новый, состоящий из четырех вагонов. Мы продиагностировали старые вагоны. Был доклад губернатору по состоянию дел по метру. И губернатор совместно с Министерством транспорта нашей Самарской области было принято решение об обновлении подвижного состава нашего метрополитена. Поэтому это естественно, если говорить от горожан, это огромное спасибо в этой части, что услышали и включились в эту работу. Губернатор Дмитрий Азаров распорядился к 2023 году обновить и отремонтировать все составы. Сначала надо приобрести один новый подвижной состав в определенной степени, для того, чтобы можно было побольше вывести из оборота и отправить на капитальный ремонт, чтобы вот этот процесс до 2023 года его закончить. Поэтому мы собираемся уже, вот сейчас прорабатывается вопрос, идет предоставительная работа по заключению контракта, и поэтому первая отправка, если все удачно пройдет, 8 вагонов и 2 состава мы отправим на капитальный ремонт в мае месяц. Новый состав пришел из Подмосковья. Сейчас специалисты заканчивают сборку и комплектацию вагонов. После чего будет произведено включение состава, диагностика, отладка всех систем. После этого будет технологическая обкатка на парковых путях, и после нее уже обкатка на дислощаде метрополитета. Безопасность в первую очередь. Сами вагоны сделаны из противопожарного материала. В кабине машиниста предусмотрен аварийный выход. Необходимые условия созданы и для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены специальные места с креплением для инвалидов-колясочников. На дверьми установлена лампа, которая загорается, когда двери открываются и закрываются, подавая тем самым знак глухонемым людям. Этот вагон просто космос. Он выигрывает своих собратьев, например, по техническому оснащению. С помощью специальной камеры видеонаблюдения машинист может видеть все, что происходит в салоне и не только. Комфортнее стало и в самой кабине машинистов. Удобное кресло, новое оборудование, да и обзор стал лучше. Новый состав выйдет на линию уже к майским праздникам. В перспективе, говорят городские власти, может появиться еще одна ветка метро, проходящая через улицу Солнечную и Московское шоссе. Но этот проект пока только на стадии обсуждения. Мария Левина, Василий Кладошов. События.